Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Закончился сезон 2022 года. Начались наши зимние беседы о томатах. И сейчас мы будем перемывать косточки. Я вот здесь разложила остатки томатов нашим томатам. И, как бы сказать, хочу, чтобы вы умели, особенно это для новичков, хочу, чтобы каждый новичок умел раскусить томат, понять, для чего он предназначен. Хочу побудить молодых огородников не просто выращивать, высаживать, а включать какое-то логическое мышление, которое поможет вам получать богатые урожаи. Вот на дзене пришел вопрос, написала зрительница Лидия Плескунова, «Какие сорта томатов можно кушать до осени?» Очень жалко, что томаты закончились в сентябре. И тут вопрос, конечно, некорректный. Сейчас расскажу, почему. Потому что она не объяснила, где она хочет в теплице выращивать, или в открытом грунте, есть ли у нее теплица. Хочет она вот такие вот здоровенные, огромные осенью, прямо сейчас в октябре кушать, или все равно какие. Но я начну рассказывать, как восприняла это я, как будто я ничего не знаю. Все. Какое она хочет, мне все равно. Я буду рассказывать, как можно добиться, чтобы в октябре месяце, не только, вот она сказала, в сентябре закончились, в октябре, еще и в ноябре можно кушать свежие плоды. Тут два варианта. Или стараться, чтобы с кустов снимать, или можно укладывать на хранение зелеными, например, какими-то, ну вот такими, в фазе молочной зрелости. Ведь это тоже спелые плоды. И они могут и в ноябре можете вы их кушать, и в декабре, и в январе. Но тут второй вопрос. Не все они при созревании сохраняют свои вкусовые качества. Некоторые трава травой. В следующем видео будем рассказывать о тех сортах, разговаривать, которые не трава травой, а которые можно насладиться после дозаривания из зеленых в спелые. Короче так, или с кустов, или зимнее хранение. Зимнее хранение пока убираем, начинаем с кустов. Действительно, как добиться, чтобы вот прям сейчас в октябре выйти, сорвать с кустов свежие томаты, ну или хотя бы которые сорванные лежат. Ну, во-первых, вот у нас в октябре могут быть томаты такие хорошие только в теплице. Это первый вариант. Конечно, еще не обогреваемая. Можно не обогреваемую, но лучше обогреваемую. Но если вы не имеете теплицы, и если вы хотите вот, ну просто до морозов, чтобы оно шло, то тут надо подбирать или сорта с длительным плодоношением, то есть которые вы вот высадите в июне, и они июль, август, сентябрь, октябрь, они все плодоносят, плодоносят, плодоносят. Это опять же какие? Конечно, это индетерминантные. Что первое нам приходит на ум, это индетерминантные. Потому что они первую кисть завязывают, вторую, третью, четвертую, пятую, могут двенадцатую и тринадцатую. Но если двенадцатую и тринадцатую вы хотите получить, тут уже крупноплодные отпадают сразу. Большинство сортов отпадает. Потому что 5-6 кистей крупноплодных, больше этот куст, ну как, он больше не способен. По характеристикам он же не может давать и двадцать, и тридцать, и сорок килограмм, даже если и лето длинное, он постепенно маленько прекратится. Чаще всего черри. Черри могут плодоносить бесконечно. У меня, я показывала в этом году в теплице, я высаживала гарден фройде и цыпочку. В марте вместе со всеми. Этот мамонтенок, сердцеедка, мамина, малиновое сердце. Ну короче, все-все-все, яша югославский, они все уже отплодоносили, те, которые крупные были. А черри, они все новые и новые. Цветы завязываются плоды, цветут, завязываются. И цыпочка также, хотя она не совсем маленькая, гарден фройде, она красная поменьше, немецкий сорт. А цыпочка, это вот наша новинка, семена Алтая. Она до самых морозов, вот эти гроздья висели. Про нее, кто смотрел у меня на канале видео, я говорила, что в начале сезона, когда я высадила рано в марте, она маленько тормозила, буксовала, капризничала, там выдавала, короче, нехорошие вещи. Но потом она разошлась, раскочегарилась, и все, до самого мороза. Вот пока у нас в конце сентября не ударил мороз, оно все там плодоносило. Вот черри, это тот самый вариант, безотказный, который будет у вас расти и плодоносить, пока он не замерзнет. И среди черри я выписала некоторые сорта, которые я сама уже выращивала, и которые проверены точно. Вот Гарден Фройден, я вам уже наметила, ой, сказала, вот этот Саммерсан, потом Дебарао, он крупненький такой бывает, но он все равно, он как бы и не черри, и не крупноплодный, но вот такой, как сливка, 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 примерно вот такие они, сливка. Потом вот цыпочку, тут же Афра, Афра черри, сумасшедшие вишни барри, до самых морозов плодоносили. Потом Дебарао черный, Дебарао золотой, Дебарао розовый, все Дебарао. Потом этот розовый фламинго, который не перцевидный, а который сливовидный, тоже до самой поздней осени. Но тут у нас проблема в том, что вот, например, Дебарао, они позднеспелые, они начинают свое плодоношение позже других, вот этот огромный куст, пока он вырастет, пока все. И среди чериков лучше, конечно, выбирать, если вы, например, нацелены один и тот же сорт, прямо от самого раннего и до самого позднего, все лето его есть, нужно выбирать более раннеспелые. Они рано начинают, и потом идут, 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 все. А, кстати, Штраух такой же, до самых морозов, тоже не очень крупные плоды. Как вы поняли, что вот эти, которые не крупноплодные, крупноплодные, они у них более продолжительные, вот эта вот, вся эта процедура идет, они могут невообразимое количество кистей завязать, все. Это первый вариант, индетерминантные. Второй вариант, точно так же можно получить очень долго плоды. У тех томатов, которые детерминантные, но которые способны давать много пасынков, вот эта вот основная ветка у них, ствол прекратит цветение, там, образование плодов, а вот эти боковые, которые он выпускает, будет очень-очень много и долго. Я вместе с Гарден Фройден, вот с Саммерсан, в это же время, уже когда мороз ударил, после мороза собирала последние русские колокола. Я про него рассказывала много раз. Он детерминантный, он раннеспелый, он начинается рано, но он начинает рано основной ствол. Если вы не будете формировать ствол и вот эти пасынки посынковать, то на этих пасынках потом постепенно этот ствол основной, он уже, ну как, выработка произойдет его, и тогда вот эти боковые начинают выпускаться и опять вторая волна, третья волна, русские колокола. В этом году я его выращивала на ленивой грядке и он был просто как врастил, черной тканью накрыто и вырастил. Показывала я, как он там лежал, как его много, вот все усыпано. И вот он расползся пять, шесть, семь пасынков вот так вот звездой. Я пошла собирать, ну мама моя родная, ведро набрала, второе ведро набрала, все целые, все хорошие. Все это видели мои зрители, я показывала, никакой, ну короче, продолжительное плодоношение, несмотря на то, что он детерминатный. Вот видите, как ожидать, и мы не знаем, от какого томата ожидать вот такой вот урожай, продолжительный, оглушительный, а какой, ну даст четыре, пять, шесть кистей и зачахнет. Конечно, все это приходит с опытом, все это приходит с годами, каждый сорт нужно проверить, но вот какие я уже проверяла, я о тех вам говорю, которые точно знаю, как они себя ведут. Так, вот русские колокола, еще о каких я хотела сказать. А, кстати, вот присоединилась Зинаида из Калининграда, она тоже назвала Саммерсан, и сказала, что мы в октябре убирали теплицу, последние плети, и на удивление, вот эти вот томаты у нее Саммерсана она назвала, потом Мечта Алиса, Японка, и назвала два крупноплодных среди них, Юсуповский и Вова Путин. И вот тут про крупноплодные стоит тоже сказать, если вы хотите поздно, до самой-самой, ну, зимы или до осени кушать крупноплодные, то можно выбрать позднеспелый сорт, но это не очень удачный вариант, потому что он начинает созревание поздно, и если будет ранняя, вот такая холодная осень или зима, вы можете не дождаться полноценной отдачи урожая, и вместо того, чтобы, как сказать, насладиться вот этим осенними вспелыми плодами, вы можете просто получить, придется снимать зеленые, или вообще замерзнет. Вова Путин, я думаю, его назвали Вовочку Путина, потому что он тоже способен много кистей давать, очень продуктивный, очень урожайный, и когда я собирала русские колокола, последние, которые там в снегу, чуть ли не под снегом, и у меня в мороз ушел и Вова Путин, тоже спелые, прекрасные, огромные плоды, и вот этот сорт можно тоже, если в теплице, например, выращивать, он долго-долго продолжительно плодоносит, причем начинается он не очень поздно плодоношение, просто оно вот такое растянутое, растянутое. Так, подытожим. А, нет, не подытожим, стоп, нет, это те сорта, которые уже известны мне, которые я выращивала, и вот то, что Зинаина это назвала, Юсуповский, Вова Путин, Саммерсан, да, про это я все знаю, но у нас же появились томатные гномы, которые в этом году вот удивляют меня с приятной стороны, поражают, и среди вот тех, которые можно кушать до самой поздней осени, в прошлом году был один сорт, про который я сказала, это бой с тенью, вот он он, вот. Но он, просто он был сильно на солнце и стал черным, вообще он не черный, он должен быть красный и черный, как биться должны свет и тень, вот видите какой, он вот такой вот. Он у меня висел до самых морозов, и причем он же раннеспелый, это вот он как раз относится к той категории, к тому классу томатов, про которую я говорила во втором пункте, не те, которые индетерминантные, те, которые вот там высокие, идут, 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 это те, которые низкорослые, детерминантные, но у которых много пасынков, и если вы не будете их формировать, если не будете отщипывать пасынки, то основной ствол, когда закончит свою работу, начнется вот это вот, гирлянды висеть будут на этих пасынках, в прошлом году я их вот так все стянула к колу, они вот все эти, как эти, как черносливы, вот так вот висят, глазками черненькими светят, подойду, о, подмигивает, быстрее нет, мы заливали фундамент уральской теплицы, на новом участке в прошлом году снежинки летят, лед замерз в ведре, там где цемент замешивали, он стоит, правда, уже листья к этому времени, конечно, пожухли, я даже врать не буду, что весь зеленый, красивый, нет, висели только вот эти, я собрала, когда последнее ведро занесла, наверное, замерз, нет, разрезала, нормальный, но мы сегодня говорим не про способность к заморозкам, а именно про длительное плодоношение, если вы высадите, например, томатного гнома бой с тенью, про него я точно могу сказать, у него будет плодоношение длительное, и вы даже осенью вырвите куст, скорее всего, еще даже с цветами и с маленькими зачатками, так, это длинный, который с носиком, вот его брат, тоже бой с тенью, но только круглый, то же самое могу сказать, но это, как считается, один и тот же сорт, но раздвоенный почему-то, и этот бой с тенью, и этот бой с тенью, он тоже с антоцианом, что добавляет его пищевой ценности, кстати, антиоксидант, то слово, которое я не могла выговорить три раза, тоже вот, пожалуйста, сняла и зеленых еще много, было все лето, я помаленьку снимала, много зеленых, много спелых, и плодоношение вот такое вот продолжительное именно на пасынках, это только в том случае, если вы не будете вести его в один или в два ствола, как вот по рекомендации, рекомендуют, что надо нижние пасынки убирать там, оставлять несколько, я не убирала нисколько, благодаря этому получилось продолжительное плодоношение, и получилось вот прям массовое, их было очень много, еще гном, морские колокола, вот они, видите, тоже продалось, ну, то же самое, не буду даже повторять, то же самое, рост также врастил, без формирования, без пасынкования, благодаря этому появилось очень-очень много пасынков, и они до самой осени, ну, не побоюсь даже сказать, наверное, до самой зимы, вот только что последнее обобрала, до самой осени, до самой зимы будут плодоносить, ну, что сказать, разобрали длинные, разобрали коротышек, теперь, есть же еще один вариант, про который мало кто думает, и почему, мне удивительно, почему сами люди не могут до этого дойти, что вот, не обязательно там искать продолжительное плодоношение, потому что, смотрите, есть ли томаты, которые не очень, как, вот есть, которые одинаковая форма, и она не меняется, а есть томаты, которые меняют вес, то есть уменьшаются снизу к верху, то есть внизу они будут крупные, отборные, а вверху, даже если будет продолжительное плодоношение, они будут меньше, 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 и потом вот такая, все, разве такая нужна нам? Нет, чтобы были полноценные такие крупные, но в конце лета, в конце сентября, в октябре, конечно, нужно просто посеять попозже, посеять попозже какое-то количество, чтобы потом выселить так же, соответственно, попозже, чтобы они попозже сформировались, чтобы они попозже завязались, и у меня, ну, как всегда, если я начинаю говорить, у меня на все варианты есть, что показать, у меня такие тоже есть, вот они, это тот самый мамонтенок, который, смотрите, в раннюю теплицу, когда я высадила, я сказала, в марте, вот эти, гарден, фройден, цыпочка, они остались у меня до самой поздней осени, а те, которые отплодоносили, тот же самый, мамонтенок, сердцеедка, там, яшу убрала, говядину с куста убрала, то есть, те крупноплодные, которые отплодоносили, я их выдернула, на их место посадила, еще одну партию, сердцеедки и мамонтенка, вот у них-то получилось, самое продолжительное плодоношение, вот они получились у меня, и в сентябре, и в октябре, и еще сейчас зеленые, последние два ведра, сняла зеленые, и тут, как раз, мы получаем осенью, в конце сентября, в октябре, не за попыши, которые вверху, на шестой, или на седьмой кисти, а именно вот такие крупные, дородные, но вот это уже, конечно, не нижние кисти, это вот, наверное, третья, четвертая кисть, которые полноценные томаты, такие же, как мы получаем летом, у них, раз это второй урожай, ну как, это не, вот у меня это второй урожай, но раньше, когда я не делала вот так второй волной, я просто высевала позже на месяц, и высаживала позже на месяц, так я делала с сортами, сейчас скажу, какими, мне, чтобы не забыть, я, а, золотую полю, так делала, дамский пальчик, саммит, потом, такой же сорт, петруша огородник, то есть, если его высадить, не очень рано, не для раннего урожая, и у него вот эти пасынки, опять же, я не трогаю, и он сентябрь, октябрь, они вот так лежат, немножко там, какие-то созревают, какие-то я снимаю зелеными, это идеальные, ну как материал, для зимнего хранения, вот эти вот, мамонтенок, я тоже, я говорю, что сейчас последние, сняла там, два ведра, или полтора ведра, не знаю, они в лотках, которые спелые, можно кушать, а не мясистые, они поспели там, в теплице, которые не поспели, вот которые сейчас бурые, зеленые, идеальный материал, для зимнего хранения, потому что, вот такие томаты, они будут храниться лучше, чем те, которые последние, у многих людей, когда вот последние снимают, осенью, они уже бывают, какие-то больные, какие-то там, замученные, уже, там обычно в конце лета, мы уже не сильно ухаживаем за ними, а вот эти, именно свежие, именно вторая кисть, третья кисть, не пятая, не шестая, так, ну все, так что, мой вывод такой, кто захочет, тот найдет выход из положения, тот правильно подберет сорта, подбор сорта, вот в этом случае, это очень важно, если вы хотите, но если вам достаточно, насладиться вкусом черри, то это идеальный вариант, для продолжительного плодоношения, пожалуйста, вот, афро черри, там, а, златовласка, прекрасно, сумасшедшие вишни, барри, самерсан, еще раз, ну короче, все, все черри, медовая капля, тоже долго, все черри, у них продолжительное плодоношение, до самого зимы будет, ну вот я черри, черри, как черри, как черри, сильно не увлекаюсь, мне, конечно, хочется вот такого вот, чтобы салат порезать, все, как семечки есть, мне не очень хочется, и тогда, если хотите, вот такие полноценные, лучше делать, типа, второй урожай, или, как назвать, вторая волна, те, которые пораньше высадили, вы получите в начале лета, а эти можно посеять, и высадить, на три недели, даже на месяц позже, так, что те, которые кончаются, в начале сентября, в конце сентября, они будут, вот как раз, ой, те первые кончатся, а эти будут, в начале сентября, в конце сентября, это будет, как раз, для тех, кто мечтает, осенью поесть, но большинство, я думаю, в конце лета и осени, они уже до такой степени, наелись побидорами, что некоторые, даже для хранения, не хотят их укладывать, но, хотя есть ситуации, когда они спеют, ну, как, в естественных условиях, на хранение, все-таки, приходится укладывать, для этого, тоже нужно подбирать, свои сорта, совсем другой метод подбора, вы, вот запомните, как сейчас мы подбирали, короче, или длинные, которые небольшой вес, они будут долго-долго-долго, или вот эти вот, короткие, детерминатные, но тогда их, пасынки не удалять, и не формировать, тогда они наоборот, вот, эти дадут, за счет длины, эти за счет ширины, и второй урожай, или вторая волна, а сейчас будем подбирать, для хранения, будет подбор совсем другой, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука, я надеюсь, наши начинающие огородники, огородницы, вот так вот наслушаются меня, всю зиму послушаете, все равно что-то у вас отложится, и вы хотя бы поймете принцип отбора, не обязательно эти сорта, я вот, ну там, назвала минимум сортов, у меня в каталоге несколько сотен, а я назвала этих два, этих два, этих два, самое главное, понять принцип отбора, отбора, до свидания, желаю вам хороших урожаев, в 2023 году, за зиму, все разберем, по полочкам разложим, и вооружившись знаниями, вот с такой головой, начнем новый сезон, до свидания, до свидания, до свидания,